Дети Миша у нас здесь знают все в городке, весь двор его обожает. Он действительно с самого детства за нами присматривает, чтобы никто не упал случайно, не поранился. Он действительно такой, знаете, как папа для нас всех. Мы действительно выросли у него на глазах вместе с его детьми. По рации дали команду закрывать переезд в Можайское шоссе. Я включил сигнализацию, вышел в машину, остановил, все. Идет тепловоз с вагонами, 6 или 7 вагонов было. Пошел посмотреть пешеходный переход. Из-за дома, как я выхожу, здесь эта девушка идет в наушниках. Смотрю, она просто, ну, даже постоянно не смотрит. Она меня даже не видела. Тепловоз гудел, очень сильно гудел. Смотрю, она даже не слышит и наушники. И новую уже поставила на рельсу переходить. Я подбежал ее в сторону. Тепловоз прошел с вагонами. Она наушники вставила, такая, на меня посмотрела. Спасибо. Пошла дальше. Я думаю, что далеко увез бы. Ну, по крайней мере, несколько метров протащил бы. Мне кажется, что на таких, как дядя Миша, страна держится. Понимаете, там, вот у нас у знакомых котенок провалился в шахту. Он пошел, достал его. То есть все к нему обращаются. Действительно, если вы пройдете в городку 17, спросите, кто такой Михаил Иванович Верховец, вам скажут, что это замечательный человек. Он и как сотрудник хороший, и вообще как сосед потрясающий. Честное слово, он вообще умничка. Продолжение следует...